Минуэт, автор Кутузова Светлана. Они познакомились на выставке. Выставке слов и иллюзий. Кто-то что-то читал, кто-то что-то показывал, и все вокруг пытались к этому прикоснуться, полагая, что это ценно. Или красиво, или важно. В общем, для каждого по-своему. Ее строгий и четкий шаг случайно замер возле его неуверенного переминания. Наверное, она все-таки пригласила его на вальс, потому что какое-то время они передвигались и существовали в пространстве рядом, недалеко друг от друга, подхватывая друг у друга движения и передавая их друг другу обратно. Она уверена и быстро. Он чуть запаздывая, но воздушно легко. Потом познакомились их глаза. Она стреляла искрами азарта и интереса. Он убегал в смущение, чтобы снова вернуться. А слова никуда не спешили. Им и некуда было спешить. Так бабочка, пойманная на булавку, не только умершая красота, но и остановленное движение, прерванный полет, неосуществившаяся радость. В ней была сила. В нем слабость. Эти двое чудесная пара во все времена. Сила догоняет, слабость ускользает. Сила зовет вперед и раздвигает горизонты. Слабость бережно хранит то, что было и то, что есть. Сила уверена и не нуждается в опоре. Слабость тревожно вглядывается в поиске опор и в проносящиеся образы. Но зато она умеет ждать. Невиданное умение для силы. У каждого из них есть то, чего нет у другого, а потому их вальс от века предопределен. Страстная ли сальса или безумная танго? Им никуда не деться друг от друга. Да и что делать с силой с силой? Драться или обсуждать победы? А что делать слабости со слабостью? Бесконечно жаловаться на жизнь? Нет. Это пазл. Бесконечный пазл. И где у одного кусочка рука, протянутая в пространство, у другого должно быть место, к которому эта рука может прикоснуться. Именно для этой руки место. Такое же по форме, по очертаниям, по цвету, по нанесенному узору, именно ее место. Именно для этой протянутой руки. И тогда щелк. И пазл складывается. И из кусочков появляется картинка. Из разрозненных образов возникает мир, огромный и бесконечный. Щелк, и одно начинает перетекать в другое. Сила питает собой слабость, и на мгновение опустошается в бессилии. Слабость вбирает в себя силу, и на то же мгновение обретает всесильность. И так полагается начало вечному, божественному танцу, танцу, у которого на самом деле нет ни начала, ни конца, танцу и ни ян. Она что-то сказала тогда чуть громче, чем следовало и принято. Он ответил. Тихо, так что ей пришлось вслушиваться. Впрочем, слова были не важны. Звук голоса, ритм. То, как слова складывались друг с другом, спеша или наоборот запаздывая, сталкиваясь неловко. Стихали. Снова торопились ухватиться друг за друга. Все это было живее и интереснее, чем привычный затертый этикет. Погода, общество, пара дежурных комплиментов. Она, как и любая сила, видела далеко вперед. И была настолько сильна, что умела укращать себя и свой порыв. Страшно сказать, где-то в глубине души она мечтала быть слабостью, хотя бы ненадолго. И это вполне возможно, что он также в тихие минуты наедине с собой воображал себя силой. Но обычно никуда не спешил, как и всякая слабость. Он знал цену созреванию, цену росту, медленному раскрытию, неспешному цветению. Ведь всему был свой черед. И лето не бывает прежде весны. А для этого нужно время. Иногда много времени. Так или иначе, именно поэтому вечер закончился быстро. Она, зацуетившись, нашла предлог уйти по выдуманным мгновенно делам. Он с тайной радостью не препятствовал. Он никуда не спешил. И еще он знал, что начало – это всегда самая красивая часть любой истории. Как ты думаешь, кто мы? Она задумчиво подцепляла палкой буро-желтую листву, будто ища что-то под золотыми ладошками листьев. Что значит кто? Ну, внутри, по своей сути. Кто мы такие? Почему мы такие? Ты еще спроси, для чего? Он улыбнулся. Когда он улыбался, то делал это неловко, застенчиво, будто боялся, что кто-то увидит. Когда она видела его улыбку, то что-то трогательное и милое просыпалось внутри нее. Ее ответная улыбка была ободряющей и спокойной. Я думаю, что мы – энергия, ну, как сгусток света, а тело – это одежда, роль. Я не люблю роли, – ответил он, запустив у листву всю руку, неожиданно и напористо взрыхлив ее в абсолютно творческий беспорядок. Тебе в них тесно? Всегда. В чьих ролях ты жил? Спросила она осторожно, сдерживая желание сразу окунуться в него, увидеть его изнутри, найти то, что болит, понянчить, полелеть. Рассказать ему все о нем, а также и о том, что теперь все будет хорошо и все это сразу, одновременно. Ах, как иногда и хотелось причинить кому-нибудь счастье, решить проблему, дать на конец спинка и сказать – живи, двигайся, иди вперед, жизнь так коротка и стремительна. Как и все мы. Ты говоришь про всех, но у каждого было все равно по-своему, расскажи про себя. Цепка перехвачена, даже выхваченный мяч разговора, ты не так кидаешь, попробуй еще раз, кинь его именно мне и возврат обратно. Смысл мало изменится, если я буду говорить о себе. Роли начинаются с семьи, где все ждут от ребенка чего-то. Ждут, чтобы он был здоровым, послушным, умным, отличником, воспитанным, оправдал надежды, не расстраивал маму и папу. Ребенку нельзя просто быть. Категорически нельзя. Его роль прописана еще до рождения. Есть роль удержать мужа. Есть спасителя от женского одиночества. Есть вложение инвестиций. Она удивленно хмыкнула. Да-да, не смейся, у меня есть знакомый, который все время об этом твердит. Дети – это мое лучшее капиталовложение. И он искренне верит, что когда они вырастут, то будут приносить ему прибыль. Ухаживать за ним, помогать ему. Он будет ими гордиться, они будут его питать морально и материально, так же, как он сейчас питает их. Она поежилась. А он заметно повеселел, будто вошел в раж. Есть роль исполнитель мечт. Тут она уже не выдержала и рассмеялась. Он говорил с воодушевлением. Задиристо, весело. Загорась еще больше от ее широко распахнутых глаз. Ты напрасно смеешься, продолжал он деланно серьезным голосом. Но так, что смотреть без смеха на него уже было невозможно. Это самая главная роль. О, она очень трудна. Его голос интонировал, как у сказочника. И вот, в самой чаще леса. Ребенку нужно выполнить или реализовать все те мечты, о которых мечтал его родитель, но которые он так и не осуществил. Я всю жизнь хотела поступить в лесотехническую академию, но мне пришлось работать. Ты обязательно должен туда поступить. Он уже показывал целую пантомиму в лицах, держась за голову, картинно охая, как излишняя заботливая мать. Она весело и задорно смеялась. Неловко, может, через чур резко и быстро она сделала еще один шаг. Какая роль была у тебя? Спросила сквозь смех. Он не испугался. Он нашел форму, с помощью которой можно говорить о неприятном, о спрятанном, о том, что болит. Сделанную смешкой, пополам, с юмором, смеясь над миром, самим собой, всем, что было, у меня тоже была очень интересная роль. Он говорил заговорщицким голосом, полуприщурив глаза и улыбаясь. Я должен был быть другом своего отца. Должен был гонять с ним мяч во дворе, ходить на рыбалку, мастерить в гараже какую-нибудь фигню из досок и познавать устройство автомобильного двигателя. В общем, знаешь, я должен был быть, видимо, пацаном. Теперь он засмеялся нервно, таким маленьким мужчиной. А ты им не был? А мне это было неинтересно, сказал дерзко и как вызов. Просто неинтересно. Оголенный нерв. Мне нравились книги, потом я стал рисовать, а отец остался без друга. Он просто не любит читать. Буркнул почти под нос, как ребенок. На грани, почти на грани. Она хотела поймать, чтобы он не упал, или вернее упал к ней, в нее, но он устоял. Я хочу меняться. Теперь его подача. Ему явно нравилась эта игра. Озарнов скинул глаза и посмотрел на нее. Какая роль была у тебя? Она в том же порыве, в котором кинулась ловить его, стала поспешно отвечать. Знаешь, у меня не было роли прямо с рождения. Она появилась чуть позже и называлась больной ребенок. Со мной надо было возиться, иногда стыдиться, иногда печально сожалеть, что так не повезло. Но я расскажу тебе не об этом. Она будто спохватилась. Пропустила мяч, хотя совсем этого не хотела. Не была готова открываться, быть уязвимой. Я обожала сколачивать в гараже всякие деревяхи. Теперь она говорила заговорщицки озорно. А еще ходить с отцом на рыбалку. Ей нравилось смотреть, как удивление растет на его лице, смешиваясь с непонятной радостью. Они как дети делились своими игрушками. Он показывал свои, а на свои... Да-да-да, она хотела еще больше раззадорить его. А еще отец научил меня паять и печатать фотографии. Ликующее торжество, да, он был сражен. Ты тоже была вне роли, он смеялся. Девочкам положено играть в куклы. Она подхватила руками охапку листьев и кинула в его сторону. А мне не хотелось. Озорно вскочил и раскрасневшись. Ах так, он схватил охапку еще больше и осыпал ее листьями с ног до головы. Золотый дождь, подняв к нему глаза и подставив ладони листьям, прошептала она.